Вы знаете, а Магнитогорца можно достать. Вопрос как? Да, это город политпереселенцев. Да, мы считаем себя крайне умными и крайне обиженными. Редкий человек из основания города не был обижен властями. И уж точно не каждый собирался перебраться в город, которого нет. Раньше-то не спрашивали. Стукачество и город металлургов. А стукачей хватало. Может быть и поэтому мы в полной жопе. Я не знаю. Конечно, эра лучшая у нас была. И это было 1100 лет назад. Но хотелось бы сегодня честно заработанных денег, лучшей участи для детей и счастливого старения. И самое забавное, что время-то это было всего 35 лет назад. Честно, это был лучший образ из понятия. И это был Советский Союз. И вы хоть заколбастись, но лучшая часть нас с вами, уродами, не сдвинута. Мы помним нашу молодость. Наше удовольствие от проживания в нашем замечательном Советском Союзе. То есть вы теперь хотите, чтобы мы сдохли на работе. Так? Я вам объясняю. Время нашей жизни и это 4 кладбища. И если честно, то 50% мужиков умирают, не дожив до 50. Дальше интереснее. Я, естественно, против грабительской приватизации. Это были ваши дерьмократы. Вообще, в коммунизм, если уж вспомнить, партия косила по-черному. Демократия и это признак коммунизма. А не знаете, так почитайте. А то мудак, не помнящий родства, нам колбасит о нашем замечательном времени. Я там был, вы там были. Каждый человек получал бесплатные кредиты в кассе взаимопомощи. Каждый год можно было бы спокойно прокатиться в санатории по всей стране. А коммунист мог съездить и за рубеж. И тогда жилось и круче, и честнее, и спокойнее. А то, что осталось сейчас, по сути, никакая зарплата и никакая пенсия. То бишь, наши олигархи круче всех во всем мире. Очнитесь. Делиться пора. Наши руководятлы плюют на свой народ. И о Боге никто не думает. Ну, Бог вам потом покажет. А мы вам покажем сейчас нашу ненависть вашей пенсионной реформой. То бишь, давайте определимся. Если мы хотим воспитывать своих детей, это еще тот прикол. И лучше, чтобы один из родителей занимался детьми. Теперь о пенсии мы поговорим. То есть, раньше пенсия была в колбасе. 50 килограмм. Хорошая и грамотная. В бензине 600 литров. И все это перевернув, сейчас получаем 27 тысяч. Но это хоть более или менее. Это обычная пенсия в 150 рублей. Как у всех. Если вычесть идиотскую квартплату с тупорильными ценами на лекарства, ну, как-то не сильно круто, но неплохо. Да и этого сейчас мало. Если брать Польшу, Чехию и Германию. Они как-то все за нас счет жили. А теперь другой вопрос. Олимпиада за чей счет строилась? Мандюари за чей счет? Мосты за чей счет? Олигархи выигрывали. Обычные люди курили по ходу бамбук. То есть уровень зарплат рухнул в 10, а может быть и в 20 раз. Неплохой кризис. И это не олигархический кризис. У них из 300 все круче, чем некуда. Последний рубеж Мандюари строился по ходу на деньги пенсионеров. Потому как уровень зарплат рухнул ранее. В 2010 году. Мы просто поцеловали год 2007. Дальше круче и интереснее. Триллионные траты. И это ваши пенсии. Круто. Ну а что? Денег нет. Так давайте теперь утащим у народа их пенсию. Все же верно. Где они, пенсионные фонды? Да нет, их все усосали. Хочется денег безумное. То есть, ах, колбасанем пенсии. Нет, ребята, в нашем случае вы воткнулись на народ, который хочет получать хоть часть мелкую и забить на вас. Вы его достали. Мы будущего не видим. Вы все своровали, уроды. Господь вам судья. А то, что мы здесь в городе политпереселенцев делаем, и вообще это лучшее выражение протеста. Еще ни разу, уж поверьте мне, ни разу в таком количестве народ не протестовал. Не было такого. Теперь есть и будет. И не просите терпеть. Мы уже натерпелись. Вы должны понимать, что поверьте, ваши результаты выборов не имеют ничего общего с правильными выборами. Мы против вашей пенсионной реформы. Против и все. И поэтому в ряде городов накануне этого, сегодняшнего числа вышли тысячи, миллионы. Сегодня выйдут миллионы.